Игорь, здравствуйте. Ролик не Евклидова геометрия. Понятно, что в видео есть подмены понятий, но, может, вы можете по-простому объяснить некорректность. Было бы интересно. Давайте попробуем. Правда ли, что параллельные линии могут пересекаться? В некоторых случаях да. Посмотрим на глобус. Здесь, у экватора, эти два меридиана параллельны, но они постепенно сближаются и, наконец, пересекаются у полюсов. Ну, что мы видим в этом ролике? Сразу подмена термина. В параллельные линии подменяются параллельные прямые. Вот изначально идет разговор, когда о геометрии идет речь, о параллельных прямых. Вот две прямых. И рассуждается, пересекаются они, не пересекаются. Однозначный вывод, не пересекаются. А тут дальше вводится вместо прямая линия понятие просто линия. А линия уже может быть не обязательно прямой, она может быть и кривой. И две кривые линии могут пересекаться, сколько угодно. То есть это жульничество. Неевкридовая геометрия построена на жульничестве, подмена предметов счета. Мошенничество. Теперь нарисуем треугольник прямо на земном шаре. В эвклидовой геометрии сумма углов равнялась бы 180 градусам. Но на искривленной поверхности земли сумма углов равна 230 градусам. То есть был треугольник, а сейчас криво треугольник. Трикривоугольник. Там меняются углы. Причем это все находится не в какой-то там воображаемой другой геометрии. Это земля находится в нашем пространстве. Это просто тело, шар. В нашем пространстве, на котором безграмотные щитоводы накорябали кривой треугольник. Все. Не более подмена терминов. Такими феноменами занимается не эвклидовая геометрия. Это геометрия кривых линий, лежащих на сферических и эллиптических. Вот псевдогеометрия, псевдонаука. Они, эти фигуры, не выпали из нашего пространства. Любая вот из этих нарисованных фигур, нарисованных тел, находится в нашем пространстве. Эта новая геометрия была разработана русским математиком Николаем Лобачевским. Когда Лобачевский эту ерунду все придумал, ему сразу сказали, ты дебил, ты сумасшедший. Он стал посмешищем на всей территории России. Про него рассказывали анекдоты. Он с большим трудом остался там работать по специальности. Неэвклидовая геометрия полностью изменила ход науки. Сегодня она применяется. Вранье. Неэвклидовая геометрия позволила группе уже ученых захватить власть науки. Это перехват управления не имеет отношения к развитию науки. Это стопорение науки, тормоз науки. Сегодня она применяется в областях, связанных с теорией относительности, в измерении Земли. Применяется в областях, связанных с теорией относительности. Теория относительности, ну это лженаука, которая не позволила создать ни одного устройства. А дальше, как всегда, у них классическое вранье, что оно как-то с GPS будет связано. Ну-ка посмотрим. Соврут нет. И даже в небесной механике. В небесной механике? Че-че-че? Неэвклидовая геометрия полностью изменила ход науки. Сегодня она применяется в областях, связанных с теорией относительности, в измерении Земли. Кривые геометрии в области измерения Земли полезным ничем не могут являться. Ну вот, смотрите, Земля кривая, но она расположена в нашем трехмерном и реальном, не кривом пространстве. Поэтому дополнительные искривления вас могут только запутать. Они вам ничем помочь не могут. Это все вранье. И даже в небесной механике. В небесной механике они тоже не могут ничем помочь. Вся небесная механика расположена в трехмерном и реальном пространстве. Тот, кто произносит эту информацию, это врунишки позорные. Минутная история неэвклидовая геометрия. Вот зомбированные жулики. Минуты России. Большая семья. Ролик создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предназначенного фондом президентских грантов, предоставленного фондом президентских грантов. То есть, вот это вот, когда за президентские деньги разрушают нашу цивилизацию, обманывают наших детей, это просто абзац. Когда вот весь этот гной, лженаучный, проискривленное пространство, он льется внешними агентами, внешними фондами на нашу страну. Эти внешние фонды умудрились обмануть наш президентский фонд и использовать деньги из этого фонда на оболванивание нашего населения. Это абзац. Это преступление. Представьте, вот какая глубина поражения нашей цивилизации. Мы за государственные деньги, за президентские деньги разрушаем головы наших детей. Это реальность. Обалдеть. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Но. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Дураки нас окружают. Вы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Кайточек, канал Научный Трибунал. Ба-ба! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»